Здравствуйте! В эфире телеканала «Север» программа «Актуальное интервью» в студии Любовь Пермякова. Сегодня у нас в гостях президент Ассоциации коренных малочисленных народов Сибири, Севера и Дальнего Востока, общественный деятель, политик Григорий Литков. Григорий Петрович, здравствуйте! Здравствуйте! Очень рада видеть вас на Ненецкой земле. В этом году юбилейный год Ассоциации, исполняется 30 лет. Это время подвести итоги. Вот скажите, что было сделано за такую большую историю? Ну да, 30 лет. И вы знаете, мы вот этом общественном движении, которое является по-настоящему, ну как, ровесник Новой России. 90-е годы, когда мы с вами, ну практически закончили историю СССР и поменяли полностью общественный государственный строй. И на тот момент наши лидеры, интеллигенция из числа коренных малочисленных народов выступила с инициативой к органам власти и создали первую, вот первую общественную организацию. И мы введем свою историю сначала обоснования старта Новой России. Сделано очень много. Мы участвуем и до сей день во всех законопроектах и в регионах, и на федеральном уровне. Мы участвуем во всевозможных государственных программах, в их реализации. У нас очень большая структура, порядка 40 организаций. Вот, 28 регионов и 40 народов входит. И все эти структурные организации находятся в отдаленных таких местах, Север, Сибирь и Дальний Восток. И мы за все эти годы, мы структуру свою не потеряли. Никто не вышел из состава. Очень активная, вот, это одна из самых больших и самая активная организация общественная, которая работает у нас в Российской Федерации. У вас даже есть совет старейшин. Чем он вам помогает, чем занимается? Ну, вот я как и сказал, что организовали наше движение старейшин. Это вот те зрелые, молодые лидеры, которые в 90-х годах, в конце 80-х годов была подготовка. И как раз по их инициативе, это же, они об этом думали. Они организовывали наши писатели, поэты, художники, спортсмены, политики того времени. Вот они настояли, они это создали. И мы очень горды, что многие из них сегодня в строю, и они тоже хотят быть. Поэтому мы такое почетное, такое наше подразделение, орган тоже общественный, который консультативный, совещательный. Мы его создали, так назвали, и с большим удовольствием все старейшины с наших организаций имеют свои подразделения. У них там есть свои лидеры, которые нас объединяют, проводят свои мероприятия. Поэтому мы уверены, что надо всегда прислушиваться, и всегда прислушиваться, держать совет с нашими старейшинами и помнить о их вкладе. Самому опытному представителю старейшин сколько лет? Ну, надо сказать так, что за 80. Точно есть у нас целый ряд старейшин, которые были тогда в зрелом возрасте. Ну, так они в среднем 75, ближе к 80 годам. Удивительно. А ведется ли работа с молодежью? Да, мы в 2015 году. Но вы знаете, работа с молодежью всегда была у нас. Молодежь очень активная. И мы пытались в разные годы, думали, как лучше мероприятие проводить. Нам удалось в 2015 году и с 2015 года. Мы стали инициаторами большого всероссийского форума. Мы назвали его «Российский север». Мы первые же провели с Росмолодежью, Федеральное агентство по делам и национальности. И вот с 2015 года большая федеральная площадка, молодежный форум «Российский север» проходит во всех регионах, где мы проживаем по очереди. И мы собираем молодежь. И мало того, вот это по-настоящему большая площадка для всех. Там порядка 150 ребят, девчат приезжают ежегодно. И для них это, конечно, тоже старт знакомства. Мы крупных политиков, экспертов, всевозможные постановки им сложных задач ежедневных, чтобы они учились разбираться и в законах, и в развитии языков родных, и в спорте. Чтобы по всем направлениям они были активны. Ну и в течение года мы вот с 2015 года проводим в течение всего года разные мероприятия. Школа лидера, всевозможные онлайн-площадки. Вот когда в условиях пандемии, вот нынче, не было возможности встречаться, и наша молодежь, благодаря им, провели такую акцию к 75-летию Победы. И много информации о тех, кто воевал, о родственниках, о земляках, о ней представляли. Потом мы провели хорошую, тоже такую акцию, песни на родных языках. Сейчас мы хотим ее издать как сборником, и в бумажном, и электронном виде. Поэтому с молодежью, надо сказать, ну так очень активно, хорошо получается, но благодаря опять тому же, что хорошо, что она есть. И очень активно они интересуются, и активно участвуют во всей жизни нашей организации. Есть у вас уникальный проект «Дети Арктики». Расскажите о нем подробнее. Да. Ну, знаете, до проекта «Дети Арктики» надо сказать, что лет 15, может быть, 20 даже. Значит, дали старт ему вот именно сами учителя из числа коренных народов, женщины, знающие родной язык, учившиеся на учителей родного языка. И они в течение многих лет добровольно собирали летом, когда эта возможность есть, на рыболовецких стойбищах, когда рыбаки собираются вместе. Там порядка, если, например, гыда взять, такой есть участок юребей, там больше 100 чмов. Большое количество людей, там, ну не знаю, около 500. И вот там женщины сами на свою инициативу собирают детей и собирают. И это в нескольких районах Ямала и в нескольких регионах это было на севере. Вот. И несколько лет назад мы вышли все инициативы, чтобы вот этот проект «Кочевая школа», мы его представили как «Дети Арктики». Вот. Нас поддержали и Федеральное агентство по делам национальности, и самое главное, на площадке Арктического совета поддержали страны-участники и постоянные участники, которые вот международные организации коренных народов. И сегодня мы его ведем как большой проект Арктического совета. Мы каждые полгода ведем отчет, что сделали, сколько детей прошло. Уже, надо сказать, несколько раз его продлевали. Он же, ну, рассчитан на 2-3 года. По нашей просьбе его продлевает. Потому что вот лично я, мы соратники, с кем мы сегодня работаем, команды, мы понимаем так, что, конечно, школы-интернаты, ну, это прошлый век, это необходимость, вынужденная когда-то необходимость. И сегодня все равно по ней дети учатся. Но это же, как ни крути, отрыв от семьи, это же все равно казарменное воспитание. И когда мы видим, что родители придерживают детей, хотят, чтобы они постарше пошли, но они отстают потом. В классах-то уже, как бы, возраст-то уходит, а сверстники уже в других классах учатся. Поэтому мы инициировали этот проект, чтобы, может быть, в будущем вот эти кочевые школы были бы как базой начальной школы. Чтобы без отрыва от семьи. Чтобы они не теряли навыки, чтобы родители каждый день занимались с детьми. Чтобы их готовили в эту кочевую школу. Тем более сейчас такие технологии, интернет везде идет. Конечно. И цифровым способом можно учить ведь и не только детей, а тех, кто когда-то недоучился, там, общинников, бухгалтерии можно учить. Ну, и еще каким-то способом, там, медицины какой-то, азы. Поэтому вот для нас это очень важный проект, мы его ведем в течение нескольких лет. И он очень интересный, большой отцов в Арктическом совете. Я сама работала в Ерселинском районе, Сихинскую школу, наверное, знаете, большая современная школа, да? Конечно. Я помню, как детей привозили туда, и как они плакали. Конечно. Для них это был стресс, да. И, конечно, ребенку это стресс, да. Это же адаптация, пока надо язык выучить заново. Конечно. И приспособиться. Ну, надо еще мало того сказать, конечно, что и образовательные стандарты надо тоже менять. Потому что, понятное дело, что много коррекционных классов, и это надо учитывать, потому что ребенок, например, знает много видов ягеля в породах оленей, в ориентировании. Ну, это, как сказать, молодой охотник там, или чумработница девушка, да? Она многое в жизни знает, а, конечно, может быть, она меньше вот в этой программе про яблоки и яблони и другие там ягоды и деревья там. Поэтому вот образовательные программы с таким вот региональным компонентом надо тоже учитывать. И вот в программе вот этого «Дети Арктики» вот сейчас у нас есть поручение президента по образованию коренных народов. Мы сейчас вот эти вопросы выносим для того, чтобы учитывать особенность нашей Арктики. В этом году Владимир Путин подписал важный закон, где будут учитываться коренные малочисленные народы Севера. Вот что он даст? Да, ну, это тоже такой давний вопрос. Вот, ему много лет, и все мы знаем, что мы с вами раньше имели отметку в паспорте. Вот, и на самом деле, когда мы ее отменили, может быть, для основной массы населения, ну, ничего это не играет. Да, мы россияне, в принципе, национальность, она ничего не влечет, как бы, вот, это как бы отголосок прошлого. Но для коренных малочисленных народов это оказалось препятствием. И мы в течение целого ряда лет, сразу же с утраты этой графы, мы потеряли возможность доступа к водным биоресурсам, где нам охотиться, где нам с этими оленями нашими встать, как получить образование высшее по вот этой квоте, как на пенсию выходить, чтобы учет был конкретный. Поэтому мы несколько лет, вот, пять лет мы с этим проектом занимались очень долго. Мы проехали все субъекты, убедили, в первую очередь, в самих коренных, убеждали органы власти. В итоге это стало поручением президента. Потому что мы прошли разные способы, мы же предлагали и графу в паспорте вернуть, и вкладыш. Органы власти предлагали создать систему справок. И ни один из проектов не прошел, в итоге вот мы вышли на систему госучета. Это, вот, условно можно назвать там реестр, список, как угодно. Но на самом деле мы его и делали. Не список ради списка, не учет ради учета. Для нас это необходимый инструмент, чтобы снять целый блок сложных вопросов. Чтобы здесь вот на пограничных территориях все, кто охраняет границу или кто охраняет рыбу, там, зверей или национальный парк охраняет, чтобы они знали, что это исконная территория, что она не брошенная, что людям необходимо там питаться чем-то. И мало того, что это вынужденный продукт, рыба, ягоды, животный мир, потому что часть системы питания наших оленеводов и рыбаков, и без них будут наступать всевозможные болезни, как сказать, это влияет на выживание. Ну и самое-то главное, что это способ традиций. Если мы сегодня охотимся, рыбачим и пасем оленей, значит, это часть нашего национального языка. Это часть нашей национальной одежды, всех навыков. Потому что оленеводам можно только вырастить. Так просто не научишься делать нарту или ориентироваться в пургу, в туман, ночевать в чуме, не болеть, и детей там рожать, и растить их. Поэтому, конечно, для нас вот этот реестр, учет, для нас это инструмент, и мы в ближайшее время, вот намерены, два года сейчас дается на его формирование, мы ведем всевозможную такую просветительскую работу до конца, будем работать во всех субъектах, чтобы он начинал двигаться, работать. И параллельно с этим работаем над поправками, выходим на всевозможные министерства, ведомства, чтобы начинать вот этот диалог. И все-таки реестр стал по-настоящему тем механизмом, который нужен людям. Какие льготы есть для КМНС на Ямале? На Ямале? Ну, надо сказать, что выработан целый вообще ряд законов. И об оленеводстве, и в области культуры, и поддержки сельхозпредприятий. И, конечно, они в первую очередь, так как у нас оленеводство – это главный вид сельхоздеятельности, они в первую очередь направлены, конечно, на помощь оленеводам. Есть свои госпрограммы и законы на некий, вот как называется, стандарт обеспеченности кочевой семьи. Это уже по линии социальной защиты. И, например, каждый оленевод сегодня получает ежемесячную выплату на членов семьи. Сегодня получает необходимые возмещения затрат или в натуральном виде генераторы небольшого, компактные, перевозимые, для строительства жилища. Ну, такие материальные средства для упряжек кожи. Вот эта работа ведется. Ну, и по линии сельхозподдержки. Например, община, семья, или он находится в составе там кооператива оленеводческого, общины предусмотрены уже господдержки для сельхозтовара, производства. Получается, если община, например, или сельхозпредприятие продает мясо оленина, ну, в пределах там 150-200 рублей за килограмм, то примерно такая же субсидия идет на каждый килограмм. Тоже в районе 150-170 рублей. То же самое на реализацию рыбной продукции. И, конечно, вот эти все меры, они способствуют тому, что, ну, это более усиливает экономическую деятельность, поддержку экономики традиционной. Есть программы и для студентов у вас хорошие? Да, вот тоже вот, тоже касается этого, что малобеспеченным семьям. Потом поддержка при найме жилья, если нет возможности там в общежитии снять, проезда, оплата обучения. Ну, там есть некоторые условия, там, конечно, оценки, чтобы это были малоимущие семьи, где точно поддержка нужна. Вот, ну, вот такие меры поддержки есть. Какие еще законы планируете, может быть, вести, выступить с предложением в Совете Федерации? Ну, вы знаете, у нас, как я сказал, вот мы над реестром долго работали, даже больше пяти лет. И у нас в багаже целый блок поправок, которые нам необходимо делать. Это традиционная охота, нормативные акты по традиционной рыбалке, по традиционному рыболовству, это в правила, вот, в технику пенсионного обеспечения. Сейчас работаем над всей этой программой получения высшего образования, поддержки нашего института народов севера при университете имени Герцена в Санкт-Петербурге. Вот, поправки в земельный кодекс по статусу наших территорий традиционного природопользования, чтобы у них был по-настоящему охранный статус, вернуть его обратно. Чтобы эти земли были, ну, под оком государства, чтобы они не были просто, ну, отчуждаемы в таком легком виде. Вот, и, ну, вот, таков перечень поправок сегодня совместно с Федеральным агентством по делам национальности и с Министерством в развитии Дальнего Востока мы вот эти проекты ведем. Много ли на Ямале носителей родного языка? Да, потому что для нас вот это большая проблема. В основном носители, да, это люди уже в возрасте, они уходят. Молодежь не знает. Что вы с этим делаете, с этой проблемой? Ну, вы знаете, на Ямале ситуация в чем хороша? Вот наш округ изначально в 60-70-х годах, когда были, помните, программа борьбы за оседлость, что-то такое, в таком духе это звучало, и когда у нас в Канинской тундре, Тиманской, Малоземельской тундре особенно, переводили людей на бригадный способ. Просто взяли и перевели. Семьи остались, значит, в поселках, была на тот момент возможность вертолетных перевозок, там, вездеходной техники и так далее. И вот это, конечно, очень сильно подорвало саму семью, вот саму традицию. А на Ямале такой уникальный случай был, что как раз вот в это же время были в то время директора совхозов и колхозов и бригадиры. Они тогда приняли решение, что не будут переводить людей вот в эти самые населенные пункты, потому что их тоже во временные же дома, деревяшки какие-то, бараки там давали. И народ отказался. И на тот момент сохранили семью. Это было очень массовое движение. И когда мы с вами в 90-м году потеряли государство, всю экономику, рухнули все коллективные формы хозяйствования, и когда вот мы видим, вы видите, как до сих пор, ведь оленеводство на Ленмаре у нас в Ненецком округе, оно еще вот в стадии возрождения. Потому что коллективные хозяйства рухнули вместе со всей экономикой, которая была на них. И теперь тяжело людям, заново надо восстанавливаться. Конечно. А на Ямале была ситуация в том, что, когда все это рухнуло, олени остались в руках у семей. И если, например, на тот момент было 700 с чем-то тысяч поголовья в советский период, то оно резко пошло вверх. Сегодня это уже перевалило в два раза, наверное. И мы видим, что сегодня на Ямале такой рост, бурный рост оленеводства, преемственность в семьях, молодежь хочет оставаться. И, конечно, там, где бытует именно традиционное кочевое оленеводство, язык сохраняется в неизменном виде. Потому что он, это язык кочевника, он посвящен полностью способам оленеводства, жизни, охоты, взаимоотношениям мужчины и женщины, мама, сын, мама, дочь. И это все посвящено вот этой кочевой жизни. Поэтому, конечно, где сегодня вот в тех местах, вот, на Ленмар наш, когда мы потеряли вот эти вот, теряем еще до сих пор, и нам надо восстанавливать, конечно, тяжелее сохранить родной язык. Ему тяжело бытовать в современных условиях. И, слава Богу, у нас есть старейшины, которые язык этот знают, умеют его как преподавать. И ассоциации у вас есть, да, учителей родного языка? Да, конечно, мы ее вот уже сколько, третий год она у нас работает. И все это именно направлено с надеждой на то, какие новые механизмы сохранения родного языка. И надо, и тут все средства хороши. Конечно, государство, если будет помогать издавать учебники, новые словари, если будут новые какие-то вот компьютерные программы, мультфильмы. Фильмы. Создавать языковые гнезда. Потому что, например, если взять, опять же, вот тот же Нельминоз поселок, это же готовое, настоящее, вот такое этническое, уникальное место. Да, оно сегодня, ну, потеряли они, кочевой образ жизни, наши земляки. Но сохранить его в неизменном виде, дать им школу, преподавать родной язык, где весь состав населения коренные, вот это родной язык, то, конечно, вот такие участки, такие населенные пункты могут, наоборот, стать очаговым настоящим вот этим местом сохранения родного языка. У вас же были изданы множество учебных пособий, даже переведены на английский язык. Это так? Да, очень, очень много. И вот из всех сорока народов, надо сказать, что ненецкий язык, ну, он все-таки населения побольше. Вот, и в разных субъектах мы живем. И вот с состоянием языка, ну, получше. Все равно получше. В разных местах по-разному. И понятно, что вот на Таймыре, где оленеводство, Ямало, оленеводство развито, там с языком, конечно, получше. Вот его сохранение, база его. Диалект, хотя свой. А у нас на Ленмаре тоже несколько диалектов своих. И возможности его сохранения на сегодня все равно есть. Пока есть оленевод и олень, значит, язык жив. Вот, поэтому нам надо все вместе находить пути, новые какие-то механизмы, способы обучаться и изучать, не забывать свой родной язык. В этом году была утверждена стратегия развития арктической зоны. Можете выделить основные направления? Ну, вы знаете, вообще, в течение последних нескольких лет мы видим, как Арктика выходит. Вот, то в 90-х годах она не... Ну, только некоторая пауза была, да, никого не было на наших территориях, ни геологоразведки, ни больших проектов вот этих. То в последнее время мы видим, какое внимание, какую роль приобретает сегодня Арктика. Все проекты Арктики — это локомотив экономического развития нашей страны. Все это кладовая, это промышленность. И на всех этих проектах заводы уже работают снова по строительству ледоколов, пароходов, вагонов, дорог, нового вида жилья, трубы и так далее. Всевозможное оборудование, приборное строительство. Вот, поэтому мы понимаем прекрасно, что вот весь блок промышленности сегодня необходим в Арктике и соответствующие законопроекты. И, конечно, мы были свидетелями вот нескольких вариантов закона об Арктике. Сегодня принят закон об предпринимательстве только, как бы некоторая его первая сторона, самая необходимая. И закреплены основные положения развития Арктики. Это в основах развития Арктики. Такие вот стратегии, которые сегодня утвердил президент. Дальше идет план реализации вот этих основ и стратегии. Вот, мы намерены очень активно участвовать в их разработке. И, конечно, мы видим вот в этих всех документах, что какое внимание уделяется. Там же прямо конкретно расписано, какие направления развития каждого региона, каждой отрасли, которая необходима. Будь то промышленное развитие, военный блок, упоминание о коренных малочисленных народах есть. Поэтому, конечно, и мы со своей стороны намерены, чтобы более развернутый план были и по сохранению языков, по традиционным отраслям, чтобы экология была в равновесии, а не только все подряд под стройку запускать. Поэтому, вот, все эти ориентиры для вот этой всей стратегии, основ для закона предпринимательства до Арктики, это в них, мне очень нравится, что есть такие положения о том, что они везде в регионах реализуются, и регионы должны принимать участие. Вот, во всех этих проектах, во всех этих стартах по разным отраслям экономики и так далее. Поэтому здесь вот роль на местах общественников, органов власти, она должна учитываться, и она будет учитываться. Поэтому мы должны просто учиться и быть очень внимательными, активными. Вот именно в это время, когда развитие Арктики у нас идет, мы должны в ней очень, каждый житель Арктики должен в ней активно участвовать. Вам эти законы очень близки, потому что вы, наверное, сам выходец из семьи оленеводов. Нам очень приятно, что вы наш земляк. Вы здесь жили до 20 лет, да, Григорий Петрович? Побольше, наверное, я же учился, где вот третья школа от вас недалеко. Заканчивал техникум ветеринарный, закончил в армию, отсюда пошел. Учился в университете Герцена, поработал в культуре у нас, работал здесь. Вот на культурном центре возглавляли. Да, 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 да. Вот, поэтому, ну как... А как попали на Ямал? Ну, вы знаете, у меня супруга с Ямала, во-первых. Да, мы учились все вместе. Ямальцы, наринмарцы, таймырцы, мы... Вообще, я был удивлен, когда приехал в Герцена, учился. Вот, я раньше никогда на это внимания не обращал, только после армии узнал, что, оказывается, три округа есть. Вот, и ненцы живут и в Ханты-Мансийском округе, и в Красноярском крае, и в Мурманске, и в Архангельской области, и везде это оленеводство. Поэтому, конечно, мы с студентами очень хорошо все общались, вот, дружим. До сих пор мы все друг друга знаем, и мы с семьей поработали в Наринмаре, вот, в Салихардии. Ну, там долго мы не были, а потом в Тазовском районе. Вот, посмотрел, поработал, вот, порыбачил. На тот момент тоже была, конечно, интересная там вся вот эта система рыболовства. Я первый раз вот с таким масштабом рыбалки наших оленеводов первый раз я увидел. Вот, ну, и сразу как-то вот включился в работу. Работал главой Гаданского сельсовета, в муниципалитете должности, занимал разные сельхозпредприятия, поработал, доработал в Госдуме. Вот, поэтому вот даже когда работал на Ямале, я каждый год был дома. Тянет родная земля. Да, конечно, и вот эти системы сообщений вот через Печорок были, и там у нас по Ямалу двигался пароход, такой большой калашников, тоже в летний период. Поэтому смотреть вот родные земли, как живут земляки за Уралом здесь, как оленеводство сохраняется, как родной язык. Я всегда этим интересовался, всегда было очень интересно. Вот, и поэтому, когда мне предложили работать в сельхозкооперативе, вот, у нас в Тазовском районе, на Ямале, я с большим удовольствием там работал, и благодаря этому еще больше узнал об оленеводстве, вот, каков, каково оно, как оно сегодня в современном виде, какие пути его развития на сегодня есть. Это просто удивительно. Мне самому, конечно, было очень приятно увидеть, что в 21 веке, вроде бы, кругом у нас такая промышленность, но, вы знаете, оленеводство традиционно, оно по-настоящему может быть современным видом сельхоздеятельности. Все, потому что оно дает зарплату государству, налоги, занятость, и территории, где проживают, большие территории, где ходят кочевники, они не брошены. Вот, человек участвует во всем этом природном цикле, да, он регулирует его, так или иначе, он влияет на него, поэтому кочевники вносят огромный вклад в развитие территории. К вам часто обращаются оленеводы, к президенту, ассоциации, с какими проблемами? Потому что, мне кажется, проблемы везде одни и те же, несмотря какой это регион, да? Ненецкий или Ямало-Ненецкий. Конечно, да, и, ну, на сегодня мы видим, что в более сложных условиях находится таюжное оленеводство. Там, где некрупно табунное, вот, Венкия, и вот, где она находится, в Якутии, например, Венкия Красноярского края. Венкия живут на территории Амурской области, Хабаровского края. Вот, и мы видим, что там, где таюжные условия, горные условия, конечно, вот эти дикие звери, вот природа сама такая суровая, там, не сохранить больших стад, и они у них как транспортные животные, они сегодня находятся очень сильно в риске, прямо буквально в упадке. И кочевник Арктики и то несет, какие риски. Мы же видим, как климат меняется, площади подпромышленность изымаются, трудно сохранить ценовую политику, надо лечить животных, сертификацию проходить, вот, самим как-то обезопаситься, детей надо учить. И, конечно, вот эти все сложные моменты, они все выходят на поверхность, отчасти они одинаковые. Вот, и мы участвуем во всех, мы и в судах участвуем, в общественных слушаниях, когда под изъятие земель. И мы участвовали, например, когда на границе Воркуты, Ненецкого округа, Ямала-Ненецкого округа, там были конфликтные ситуации по поводу пазбищ. И мы участвовали на стороне оленеводов, чтобы их не судили, чтобы их не выселяли никуда из тундры. Вот, и в спорах по изъятию земель и по выплате упущенной выгоды, когда были недопонимания по поводу компенсации вот этим общинам. И мы участвовали и в Красноярском крае, мы там были, и в Якутии бывали, вот, и в Иркутской области тоже. Вот, и на территории Ямала-Ненецкого автономного округа, и везде участвовали, работаем, такая постоянно, повседневная, каждодневная работа идет. Обращений очень много, к сожалению. То есть, независимо, где проживает оленевод, он может напрямую к вам обратиться? Да, конечно, потому что, ну, все знают, вот, каждый человек из числа коренных народов, каждому сорока народов, где бы он ни находился в сложной ситуации, в разные ситуации люди попадают, вот, кто-то там из мест лишения свободы, кто-то с лечения едет, или студенты в сложной ситуации. Они, как правило, находят все наши телефоны, офисы в Москве, если надо. И обязательно мы сразу находим контакты, его родину находим, кто бы мог его помочь, там, или надо медицины, или какая-то социальная помощь. И, конечно, каждому обращению мы пытаемся обязательно прислушиваться, помогать максимально. В 2015 году «Ямал» снял фильм, я считаю, что уникальный, «Северная кавалерия». Расскажите об этом проекте, будет ли его продолжение? Ну, надо сказать, что вы знаете, этот фильм сняла ассоциация. Ассоциация, это общественная организация сняла. И мы были сами его вдохновители, сами его создавали, редактировали. Есть такой неравнодушный человек в селе Лавозеро, который всю жизнь этим занимается, он тоже интересуется историей, фильмы снимает, Владимир Кузнецов. И я тоже со своей стороны, вот, с рассказом мамы моей, вот, она мне рассказывала про наших родственников. Всегда мы собирали газетные вырезки, вот, знали все истории, вот, которые у нас в семье, об этом всегда говорилось. И мы давно к этому готовились. Поэтому мы его сняли в 15-м году, как раз в тот момент тоже к юбилею Победы. И у нас был молодежный форум, мы к нему прямо готовились. Это наше детище, уникальная информация там собрана, вот, и силами общественной организации он снят, вот какой бы он ни есть. Вот, но он сделан так от души. Вот, мы очень рады, что мы его создали. Мы хотели в продолжении этого снять, ну, уже из истории всех народов. Потому что, например, ну, в дальневосточных, сибирских народов целая база данных по своим родственникам, где были снайперами. Вот, в основном снайперы, конечно. И в всевозможных родах войск. И сегодня, ну, мы потихоньку информацию готовим, потому что информации много, вот, территории все такие огромные. Пока это все соберешь, и мы не торопясь готовим следующие фильмы, смотрим, потому что это по финансам затратно, по организационным всем вопросам. Но мы бы очень хотели продолжать вот эту историю. Может быть, у нас получится совместный проект. Да. Я не зря вас спросила, потому что в 2015 году мы тоже создали фильм в условиях военного времени. Он посвящен бойцам Трудового фронта Нинецкого округа. Я хочу его презентовать. Еще один подарок – наша фирменная программа «Тинь Ивана» о культуре Нинецкого народа. Очень, очень красиво. Я с детства тоже знаю, что у нас был акулий завод в Индии. Я когда-то смотрел на него, как он там был обустроен. И как, помните, памятник был в сквере самолета, который был построен за средства наших земляков. Поэтому, конечно, в наш округ большой вклад нес, как вся наша Россия. Григорий Петрович, спасибо большое, что сегодня пришли к нам в студию. Очень интересный человек. Была рада знакомству. Приезжайте еще в гости к нам. Я тоже очень рад, взаимно. Спасибо. Напомню, это была программа «Актуальное интервью». Встретимся в эфире.